Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч между сборной Бразилией и Южной Кореей на стадии 1-8 раунда плей-офф. Друзья, обязательно пишите в комментариях ваш прогноз на эту игру. Интересно будет потом сверить с реальным результатом и посмотреть, у кого получилось проявить свою интуицию, а у кого нет. Ну что же, сборная Бразилии заняла первое место в группе G. 6 очков. Набрала эта сборная, разделила первое место со сборной Швейцарии, но по дополнительным показателям бразильцы занимают именно первое место. Ну вот Швейцария со второго вышла и будет играть против сборной Португалии. Но это чуть-чуть попозже, потому что сейчас у нас забивает Неймар уже на четвертой минуте. Скорее всего, лидер сборной Бразилии, вот как раз Неймар, не будет участвовать в матче против Южной Кореи на стадии 1-8. Сейчас мы приберегут, мне кажется, бразильца на чуть следующую, наверное, стадию, если, конечно, бразильцы выйдут и если корейцы не покажут свой максимальный футбол, который еще никто не видел. Но мы видим, что 2-0 очень быстро получается бразильцам забить два мяча и контролировать игру. Продолжая разговор про турнирное положение, Южная Корея заняла второе место в группе с Португалией и Уругваем. Да еще и Гана конкуренцию отличную составляла, но в итоге звезды сошлись так, матчи закончились именно таким образом. И таким образом Южная Корея делит вторую строчку вместо сборной Уругвая. Но снова же по дополнительным показателям Южная Корея прошла на стадию 1-8. И сейчас уже к перерыву проигрывает 3-0 сборная Бразилии. Но более-менее где-то понятно было, что такое возможно. Не знаю, как будет в настоящем матче. Мы обязательно посмотрим. Ну а также можете посмотреть в телеграм-канале. Там мы полностью подводим все итоги прогнозов. Какие результаты у нас более-менее сходились, а какие нет. У меня вот такой еще опасный удар от Покиты был в перекладину. Но вот в ответку пошел дальний удар от игрока сборной Кореи. Но, как мы видим, подкараулил нападающий на вот эти вот ошибки. И забил гол престижа. Счет у нас стал 4-1. Но на этом ничего у нас еще пока что не заканчивается. Покита отличную передачу на Венисиуса. Тот отлично делает дрэкбэк. Не получилось. И Рафинья забивает дубль в сегодняшнем матче. Счет у нас 5-1. С таким именно счетом игра эта и заканчивается. И Бразилия выходит в четвертьфинал чемпионата мира. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...